На тебя или на кого-то на меня? Только что закончилось судебное заседание по нашим апелляционным жалобам. Дело ВИДЖИЯ Кашка. Следователь следственного управления МВД подавал ходатайство об ограничении нас в ознакомлении с материалами уголовного дела. Суд первой инстанции Киевский удовлетворил это ходатайство и ограничил нам временное ознакомление. И вот мы обжаловали данное решение. Конечно же все стабильно, апелляция не приняла наших доводов и оставила в силе это ограничение. Безалаберная, неслаженная, неорганизованная работа следствия вылилась в нарушение конституционных прав моих коллег. Менялся следователь, горели сроки и виноватыми сделали нас. При этом формулировка такая, что мы, я как адвокат, Казимага, как мой подзащитный Аметов, якобы злоупотребляли своим правом и слишком долго ознакомливались с материалами дела. В конце концов, я, слава богу, успел хоть отфотографировать это дело, а Казимага хоть прочитать больше половины. Но до конца он так и не смог дочитать и прослушать соответствующие записи и так далее. Суд не принял наши доводы, но, как говорится, это все уже будет ложиться у нас в жалобу, которая, наверное, уйдет уже в международные инстанции. Единственное, хочу добавить, что в интернете пошла информация о том, что наши подзащитные по данному делу находятся на яме в карцере. Или, к счастью, эта информация не подтвердилась, конечно. Бекерага находится в медсанчасти, его никуда не переводили. Также, насколько мне стало известно, и остальные фигуранты данного дела находятся в своих камерах. Единственное, конечно, бекерага жалуются на состояние здоровья. В связи с похолоданием его состояние также ухудшилось. По Казиму Аметову я должен сказать, что его здоровье также ухудшается, особенно зрение, оно падает постоянно. Но вот условия содержания, которые не соответствуют стандартам, на это, конечно, влияет. Более 20 человек, все курящие, Казиму Аметову не курит. Это очень сильно влияет, конечно, и это тоже очень сильно влияет на его здоровье. Он находится в той же камере, где всегда находился в карцер, его не помещали. И каких-то там замечаний со стороны администрации он в настоящий момент не получал. Продолжение следует...